Турнир мужества, успеха и старта интеллекта. Под таким лозунгом проходил организованный Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» турнир колясочников «Богатыри Подмосковья». Этот конкурс организован с целью привлечения внимания муниципальных властей к социально активным и вполне работоспособным людям. Наша задача вообще через этот конкурс показать социальную активность инвалидов-колясочников с целью их дальнейшего трудоустройства. Министерство соцразвития трудоустроило еще два года назад 10 колясочников в своей ряды. Я надеюсь, что администрации тоже подключатся и их ребят как-то будут привлекать к какой-то работе. Начался турнир еще и в Антеевке. Там в спортивной борьбе определились 24 участника, кто и приехал в арт-отель Пушкина. Здесь на протяжении нескольких дней проходили интеллектуальные, творческие и кулинарные конкурсы. Конечно, борьба была упорной и требовала определенных сил и энергии. Скворечник, ручной отведкой там, блин, еще надо сообразить. Там же этот, ну, не, как это называется, чертежей не дали. Ничего так чисто на соображение. Ну, соседа посмотрел, конечно. Пошло дело. Борьба за выход в финал была очень напряженной. Даже в последний день не было ясности, кто же войдет в те 10 человек, которым предстоит участвовать в финале турнира. На последнее вакантное место претендовали сразу двое. Для них и устроили последний конкурс, в котором участники должны были представить себя собравшимся. Добрый день. Меня зовут Кузнецов Роман. Представляю Сергеев-Пасадский район. Травму получил 4 года назад на производстве. Занимаюсь спортом. Занимаюсь тяжелоатлетикой, пару лифтингом. Меня зовут Александр. Я занимаюсь профессионально регби. Играю в сборной России. Я являюсь мастером спорта. Продвигаю сейчас такое очень активное направление, как адаптивный фитнес. Вдохновляю ребят заниматься собой, реабилитироваться. Становиться более активными. Принимать активную гражданскую позицию в обществе. Заниматься собой. Менять себя. И тем самым воздействовать положительно на общество. Продвигаю безбарьерную среду. Работаю с молодежью. Ну вот. А то все. Судей покупили. По завершению второго этапа турнира победители получили от представителя Декатлона сертификата на 2000 рублей. И право участвовать в финале, который пройдет в сентябре месяц. В финале участникам предстоит показать себя в единоборстве в турнире карате и умение танцевать. А все остальные получили ценные подарки и дипломы участника. Подобный проект у колесницы не единственный. И в планах еще много работы. Вы знаете, ну на самом деле еще этот не закончен. У нас впереди еще финал в сентябре. Ну а вообще, конечно, мы продолжаем проекты по доступной среде, по техническим средствам реабилитации. Вот есть предложение сделать что-то подобное для девушек. Поэтому будем рассматривать. Скорее всего, я сделаю что-то такое общее интегрированное мероприятие. Закончили церемонию награждения участников совместным фотом. Продолжение следует...